Полномасштабное вторжение России в Украину, большие потери на фронте, западные санкции, как следствие снижения уровня жизни, негативно отразились на демографической ситуации в России. Повышать рождаемость решили запретами. Российские власти активно обсуждают меры по ограничению прав женщин на аборт. Вопрос уже дошёл до Госдумы. На данный момент в 11 регионах Российской Федерации и временно оккупированном Крыму ограничено или полностью запрещено проведение абортов в частных клиниках. Но некоторые россиянки уже публично заявили, дети должны быть желанными. Несколько регионов России уже приняли закон об административной ответственности за так называемое склонение к аборту. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на региональном уровне инициировал соответствующий законопроект. Склонение женщин к абортам и пропаганду чайлд-фри запретили и в Курской, и в Калининградской областях. «Подала уведомление 30 ноября, и сразу на следующий день мне пришёл ответ, что пикет согласован». Сенатор Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что повышать рождаемость в России нужно с помощью духовно-нравственного воспитания, а не экономических мер. По её мнению, женщинам нужно рожать, а не учиться. Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит. Они начинают работать либо по иным специальностям, либо ещё что-то. И вот этот поиск себя затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция Маргарита Павлова, сенатор от Челябинской области, в интервью изданию «Царьград». А депутат Госдумы от Приморья Валерий Селезнёв предложил отпускать осуждённых женщин из тюрьм в специальный отпуск для зачатия и в случае родов отпускать на свободу. «Государство может предложить и им своеобразную сделку, при которой женщине прерывается срок отбывания наказания. И в случае, если она за время такого отпуска родила, остаток срока аннулируется. При таком подходе решается сразу несколько проблем – демографическая и социально-гуманитарная». Валерий Селезнёв, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. В Телеграм. За ограничения и даже полный запрет аборта в России неоднократно выступала также Русская Православная Церковь. Называет это единственным выходом, чтобы восполнить человеческие потери на войне. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов для телеканала «Фрида».